Китай, борющийся за право проведения зимней Олимпиады 2022 года, планирует провести ее в двух городах. Это Пекин и находящийся в 200 километрах от столицы страны Чжанцзякоу. В расположенном в горной местности городе местные власти начали устанавливать солнечные батареи. Как китайцы намерены улучшить экологическую ситуацию, являющуюся ахиллесовой пятой олимпийских амбиций, в сюжете нашего Сапкора в Китае. Это населенный пункт Цзэджуан, относящийся к городу Чжанцзякоу. А вот уже месяц, как местные жители получают энергию от солнечных батарей. Мы установили бесплатно в каждом доме солнечные батареи мощностью 2000 киловатт. Жители пользуются энергией по тарифу 0,2 юань за киловатт. Эта работа осуществлена в рамках проекта «Фотоэлектрический коридор». Согласно ему, планируется установить солнечные электростанции вдоль дороги от Пекина до Чжанцзякоу. Каждая такая станция позволит сэкономить до 15 тысяч тонн угля в год. По словам представителей местных властей, Чжанцзякоу – очень удобное место для развития зеленых технологий. Здесь также можно эффективно использовать силу ветра. Отныне жители могут даже заряжать свои телефоны с помощью солнечной энергии, находясь прямо на улице. На эти рекламные стенды установлены две солнечные батареи, а за ними находятся кабели, подходящие для всех марок телефонов, и USB-разъемы. При необходимости можно подключить телефон и подзарядить. Таким образом, власти Пекина демонстрируют, что уже приступили к работам по улучшению экологии в ходе борьбы за право проведения Белой Олимпиады. Чжанцзякоу намерен развивать у себя и другие источники зеленой энергии, в том числе производство очищенного угля и биомассы.